17 человек умерли, 473 заразились. Врачи-ученые встревожены. Опасный вирус из Китая распространяется по планете. Первый случай болезни уже зарегистрирован в Соединенных Штатах. В российском Минздраве новый вирус назвали биологической угрозой для населения. Ждет ли мир новой эпидемии, аналогичной вспышкам свиного и птичьего гриппа? Да, или атипичная пневмония, которая унесла жизнью около 800 человек в начале 2000-х. Обсудим все это с нашим обозревателем Алиной Гребневой. Она в студии. Приветствую тебя, Алина. Да, Алина, добрый вечер. Главный вопрос, насколько все это серьезно? Количество заболевших растет в геометрической прогрессии. Основная их часть в Китае. И самые печальные китайские медики сообщили, признали, что вирус, этот вирус относится к семейству коронавирусов. Так вот он передается от человека к человеку. Когда он попадает в организм, то уже вызывает новый тип пневмонии. Давайте посмотрим на карту, чтобы понять, в каких странах уже выявлен этот новый китайский вирус. Итак, вспышка нового заболевания была зарегистрирована в китайском городе Ухань еще в конце прошлого года. Именно в провинции Хубей сейчас больше всего заболевших. Счет идет на сотни. Какие еще города в Китае? Это Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, власти Гонконга и Макао, которые формально тоже являются частью Китая, также подтвердили, что заболевшие есть и там. Первый случай также зафиксирован. Первый случай заболевшего на Тайване. Ну, теперь к другим странам. Первыми пострадали, если можно так выразиться, государства, которые ближе всего к Китаю расположены. Это Южная Корея, Япония, Таиланд. И вот теперь новость последних суток. Первый подтвержденный случай в Соединенных Штатах. Сингапур и Австралия заявляли о том, что в больницах находятся пациенты с подозрением на новый коронавирус. Но в итоге опасения по этим странам не подтвердились. Ну, и примечательно, что все заболевшие, вот все эти случаи, которые подтвердились, вот эти люди вернулись в свои города или страны откуда? Из того самого китайского города Ухань, с которого все и началось. Послушай, если все уже известно, что источник заражения, распространения этой заразы, этот Ухань, почему этот Ухань просто не как-то заблокировать, не сделать его закрытым? Ну, это вопрос не ко мне, а, наверное, к китайским властям, которые по-прежнему уверяют, что все под контролем. А в Ухане, кстати, находится международный аэропорт, откуда рейсы по всему миру улетают, в том числе в Москву. Там же находятся и автобусные станции, но все это пока не закрывается. Просто проверяют более тщательно людей на возможные симптомы проявления этого нового вируса. Как проверяют? Проверяют температуру в первую очередь. Ну, сейчас вы видите кадры, собственно, из города Ухань. Вот так проверяют людей с подозрением на новый вирус в одной из клиник, а таких людей, как мы видим, десятки. И, кстати, капельницы тут же некоторым ставят прямо в приемном покое. Ну, запомните, вот эти кадры толпы людей находятся в одном помещении, в одних коридорах, но это те, у кого вирус только подозревают. А вот так в том же Ухане лечат тех, у кого вирус уже выявлен. Уровень защиты врачей максимальный. Специальный защитный костюм, отдельный баллон с воздухом для дыхания у медика, чтобы он не заразился. Как будто кадры из фильма об опасном заболевании, которое пришельцы завезли на Землю. Но нет, это все китайской реальности. Новый коронавирус, который способен довольно быстро мутировать и передаваться от человека к человеку. Ну, и еще одно видео, которое указывает на то, что все действительно очень серьезно, есть угроза. Вот так проходит транспортировка человеку, у которого выявлен опасный вирус. Пациент помещен в специальный защитный цилиндр, наверное, так можно сказать. И вроде бы кажется, что сейчас принимаются уже все меры защиты, но количество заболевших при этом продолжает расти. О чем это говорит? Почему, собственно, продолжает расти число пациентов в больницах? Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что китайские специалисты не сразу оценили масштаб угрозы в связи с распространением нового коронавируса. И меры приняли, но уже с опозданием. Ситуацию усугубляет и предстоящий большой праздник. Уже в эту субботу жители КНР будут отмечать китайский Новый год. Традиционно у них большие недельные каникулы. А это значит, что они ездят в гости друг к другу и прежде всего к родственникам. И летают в другие страны. Празднование грядущего китайского Нового года в Ухане отменили. Кроме того, туристическим группам из этого города пока запрещено куда-либо ездить. Впрочем, это действительно меры последних дней. А сам вирус был выявлен, еще раз напомню, в конце декабря. И кто и куда успел уехать из Уханя за этот последний месяц, этого точно никто не знает. Наверное, самый важный вопрос. Как себя обезопасить? Что делать? Ну, как минимум, не ездить в город Ухань. Это как минимум среди рекомендаций Роспотребнадзора вообще не посещать пока и другие китайские регионы, где выявлен этот вирус. Но если вам все равно предстоит поездка в Китай, что нужно делать? Вернее, что нужно не делать? Рекомендации не посещать рынки, где продаются животные или морепродукты. Не посещать зоопарки. Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду. И, конечно, ходить в маске. Поскольку авиасообщения с другими странами Китай не останавливает, многие государства сами стараются себя обезопасить. Вводится дополнительный контроль на границе, прежде всего, в аэропортах. Власти в Малайзии ввели спецконтроль за пассажирами. Аналогичные меры в Индонезии. Под особым контролем все пассажиры из Китая. Еще раз подчеркну, что проверяют, прежде всего, есть у людей температура или нет. В Южной Корее для этих целей используют специальные камеры с тепловизорами. А Северная Корея, между тем, с сегодняшнего дня вообще закрыла границу для всех иностранных туристов. Ну, российские санитарные власти также внимательно следят за рейсами из Китая. И, судя по этим кадрам, проверки в аэропортах проводятся. Это Шереметьево, рейс из КНР. Как мы видим, среди пассажиров не только китайцы, но и наши соотечественники. И всех, кто находится на борту, проверяют тоже тепловизорами. Между тем, новость последних часов в Санкт-Петербурге. Двое мужчин госпитализированы с подозрением на острое респираторно-вирусное заболевание. В больницу их отправили из аэропорта Пулково в Россию. Один из заболевших прилетел из Шанхая. Что известно еще на данный момент, что у мужчин, один из них гражданин КНР, другой гражданин России, симптомы ОРВИ. Но новый это коронавирус или нет, пока непонятно. Вот сейчас берутся анализы у них. Ну и Всемирная организация здравоохранения считает новый вирус угрозой. И сегодня должен был состояться заседание Чрезвычайного комитета ВОЗ. Будем следить за новостями. Наши международные обозреватели Алина Гребнева. Говорим о том, угрожает ли миру новая эпидемия. Ну и пора узнать, как степень угрозы оценивают простые россияне. Подключаем к обсуждению нашего коллегу Сергея Краснова. Сейчас он работает в студии Серебряного дождя в программе «Вечерний РБК». Итак, друзья, сейчас у нас телерадио «Мост» с моими коллегами проекта «Что это значит» на телеканале РБК. И Елена Кочемасова на прямой связи с нами. Елена, я тебя приветствую. Здравствуй. Да, Сереж, привет. Ну, главное, наверное, без паники. Роспотребнадзор заверяет, что все под контролем. Вероятность массового распространения вируса в России невелика. Но риск завоза все-таки исключить нельзя. Что говорят слушатели Серебряного дождя? Как расценивают очередную вирусную угрозу из Китая? Что-то уже предпринимают? Лен, ты знаешь, сейчас мы еще по телефону поговорим с нашими слушателями. 730-101, код Москвы, 495. Позвоните, как раз ответьте на этот вопрос. Для вас важны вот эти новости о новом вирусе, о новом штамме, о новом коронавирусе, который поступает опять из Китая? Никто не задался вопросом, почему это все в Китае происходит. Да, раньше мы привыкли к новостям о том, что какие-то страшные, неизвестные и неизлечимые пока еще болезни возникали вспышки на африканском континенте. А сейчас постепенно, постепенно и вот все переместилось почему-то в Китай. Но это надо со специалистами еще выяснить, почему так оно чаще всего происходит. Но слушатели настолько скептично относятся к вот этим новостям, потому что, во-первых, уже привыкли. Во-вторых, совершенно справедливо многие сообщают о том, что от обычного гриппа в мире ежегодно умирает гораздо больше, чем при вот этих даже самых страшных вирусах и штаммах, которые свирепствовали за последние 10-15, ну хорошо, пусть даже 20 лет. Упомянули о том, что в России гораздо больше людей, которые болеют туберкулезом, и про это новостей никаких нет. Вот у нас подоспел телефонный звонок. Давайте узнаем мнение простого слушателя «Серебряного дождя». Здравствуйте, добрый вечер. Алло, мы вас слушаем. Алло. Да, скажите, вас пугают каким-то образом? Настораживают новости про вот этот новый вирус, который пришел из Китая? Да, меня настораживают, потому что я работаю в китайской преподавателе, и очень много китайцев приезжают в Россию учиться. И в связи с этим вы что-то будете предпринимать? Вы попытались выяснить, что из себя представляет этот вирус? Каким-то образом подготовиться? Проконсультировались с медиками? Или у вас просто чувство тревоги и все? Ну, я смотрела новости, конечно, я стараюсь там какими-то народными средствами поддерживать иммунитет, но в целом будем надеяться, что все-таки какой-то контроль существует, и когда люди прилетают в аэропорт, то все-таки, наверное, если они сильно больны, то их будут проверять и как-то контролировать. Спасибо большое за ваше мнение, и еще немного сообщений, Лена, зачитаю с нашего сайта. Если Роспотребнадзор говорит, что все нормально, значит, читаем наоборот, стоит беспокоиться, пишут нам наши слушатели. Ежегодно, вот, кстати, статистика подоспела, да, в мире умирает от гриппа 356 тысяч человек, это огромная и достаточно страшная цифра, и никто из этого не раздувает каких-то сумасшедших новостных поводов. Так, дальше, хочется выразить большую благодарность доктору, который только что сейчас был в эфире «Серебряного дождя», он четко обозначил, чего не нужно принимать, особенно всяких псевдолекарств, которых в том числе много рекламируют по телевидению, мифы о которых, подкрепленные рекламы, очень живучи. Написал нам Михаил из Дзержинска, и, кстати, я коротко, не упоминая эти лекарственные препараты, могу сказать, что один из наших слушателей, Лен, который связан с медициной, говорит, что применение подобных препаратов как раз помогает тому, что вирус мутирует, и таким образом появляются его новые штаммы. Вот, по крайней мере, такое мнение высказал один из слушателей «Серебряного дождя». Что у вас интересного? Я уверен, что на эту тему также большое количество мнений экспертов и в эфире РБК. Ну, конечно, мы сегодня опрашивали специалистов, и вот одно из мнений, которое мы успеем дать, активные туристические связи с Китаем, конечно, усиливают риски, но у России есть все возможности не пустить инфекцию в страну, с чем, с чем, а с эпидемиями мы бороться умеем. Так, во всяком случае, считает профессор-вирусолог Виктор Зуев. Сегодня у нас наши санитарно-эпидемиологические службы, которые мы располагаем в портах, в воздушных портах, в морских портах, на вокзалах железнодорожных, они все очень хорошо оснащены, вооружены и, как говорится, теоретически и материально. И такие случаи у нас были. У нас же была попытка болезни, лихорадки Эбола проникнуть на территорию России. Вы знаете, что это, так сказать, закончилось, так сказать, абсолютно спокойным результатом. Значит, поэтому сейчас пока нет завоза инфекции, нечего и, так сказать, особенно беспокоиться. Нужно быть просто готовым, и вот и все. Ну, а как защититься? Способен ли Роспотребнадзор, Минздрав, пограничные службы закрыть страну для китайского коронавируса? Его природу и происхождение обсудим еще с одним вирусологом чуть позже в программе. Сереж, спасибо большое за это включение. Вечерняя рыбака на радио «Серебряный дождь» по будням с 6 часов вечера. Ну и в программе, что это значит, обсуждаем самую актуальную тему дня. Мы возвращаемся к вспышке коронавирусной инфекции, от которой погибли по последним данным уже 17 человек. И вот сегодня в петербургском аэропорту Полково госпитализировали двоих прибывших из Китая пассажиров с подозрением как раз на вирус. Теперь их обследуют. Что-то надо делать, как-то бороться, уже начинать? Ну, для того, чтобы бороться, надо знать врага в лицо. Вот предлагаю рассказать зрителям, что такое вообще коронавирус, чем он опасен и что по этому поводу говорит Роспотребнадзор. В семействе коронавирусов насчитывается около четырех десятков видов. Своё название они получили из-за внешнего вида. Вирусная оболочка покрыта выростами, напоминающими корону. Коронавирусы поражают дыхательную, нервную систему и желудочно-кишечный тракт человека и животных. Именно коронавирусы становятся причиной до 20% всех случаев ОРВИ. Два из них вызывают тяжёлые заболевания, которые могут привести к смерти. Это коронавирус тяжёлого острого респираторного синдрома, который в начале 2000-х стал причиной эпидемии атипичной пневмонии. И коронавирус – ближневосточного респираторного синдрома, который впервые выявили в Саудовской Аравии в 2012 году. Около 35% заболевших скончались. Основной способ борьбы с распространением инфекции – это карантин. Роспотребнадзор опубликовал памятку для туристов. Ведомство просит граждан России воздержаться от поездок в китайский город Ухань. Это источник распространения вируса. При появлении симптомов сразу нужно обращаться к врачу. Профилактические меры обычные. Личная гигиена. Нужно мыть и дезинфицировать руки, избегать контактов с больными. Ну а если заболели, нужно сидеть дома или хотя бы носить маску, выходя на улицу. Российские учёные из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» уверяют, что уже разработали средства лабораторной диагностики нового вируса. В ближайшее время, как говорят, должна появиться и даже вакцина. Кстати, интересная деталь. Вирусные инфекции, оказывается, вредят не только людям. Когда произошла вспышка атипичной пневмонии во втором квартале 2003 года, китайская экономика просела сразу на 2%, а до этого прогнозировали 7% рост. Причём, как утверждают эксперты, причиной стала не сама болезнь, а паника, вызванная эпидемией. Так можно ли всё-таки избежать болезни и её последствий? Поговорим об этом со специалистом. В нашей студии директор научно-исследовательского центра по профилактике лечения вирусных инфекций Георгий Викулов. Георгий Викулов, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Для начала хочется всё-таки про сам вирус поговорить. Но вот поскольку всё началось с рынка морепродуктов, решили, что виновники морские млекопитающие. Но изначально-то, как этот вирус зародился, более-менее понятно. Его природа создала? Да, есть понятие эволюции вирусов. Наша планета, кладезь различных интересных микроорганизмов. Есть даже такое мнение известных таких мастодонтов в области вирусологии и микробиологии, что люди наивно полагают, что им принадлежит планета. На самом деле микромир, он намного более разнообразный. И ярким свидетельством является доклад одного из нобелевских лауреатов в 2011 году в САПРе на конгрессе вирусологов, когда он поведал всему профессиональному сообществу о вирусах, которые живут в морях. И совершенно неизвестно даже их роль и значимость для здоровья людей. Но пока что известно, это не из серии страшилок, что они не обладают каким-то серьёзным патогенным действием. Но мы очень многое не знаем. Из числа открытых возбудителей только мы расшифровали 4% из тех, которые вызывают заболевания человека. То есть потенциал открытия новых патогенов. И вот вы помните, там, раскопки, таяние ледников. Тоже вот были случаи описания совершенно новых форм микроорганизмов, которые ранее не было даже в номенклатуре. Понятно. Вот что уже известно? Симптомы проявляются не сразу после заражения инкубационный период 5-6 дней. Это, я так понимаю, способствует большему распространению инфекции. Дело в том, что инкубационный период, он может варьировать. Стоит отметить, что коронавирусная инфекция, вот вы говорили о том, что в начале 2000-х, в случае атипичной пневмонии, на самом деле, правда, это не с 2003, а с 2002 года всё началось, так называемый SARS-синдром, в случае атипичной пневмонии, очень быстро развивалась симптоматика, и инкубационный период был не 5-6 дней, он был намного короче, и развитие симптомов уже было в первые 72 часа. Важно отметить, что возможно развитие также вирусной пневмонии, которая может быть причиной гибели людей, особенно из групп риска по респираторным инфекциям. Ну, 5-6 дней всё-таки инкубационный период, когда симптомы ещё не проявляются. Это при благоприятном таком течении, если это не иммунокомпрометированная категория людей, то есть не с иммунодефицитами, но они восприимчивы, всё равно даже здоровый человек, он восприимчив к этой инфекции. Да, может развиваться симптоматика от лёгких форм банального ОРВИ до более тяжёлых проявлений, о которых мы говорим, преимущественно с поражением дыхательной системы. Китайские медики уже признали, что от человека к человеку передаётся. Ну, вот как передаётся? Воздушно-капельном, от прикосновений? Основной путь воздушно-капельный, мы и до китайских медиков это знали, ничего не поменялось. То есть вирус передавался воздушно-капельным путём, описано также и фекально-оральный, то есть через грязные предметы руки, возможно, передача. И предполагается, возможно, и пищевой путь передачи, потому что были вспышки через термически недостаточно обработанное мясо. Насчёт морепродуктов вопрос остался пока что открытым, и это будут сейчас уточнять. Два вируса, которые вызывают заболевания у людей, то есть известно, что они передаются. Сейчас главная задача понять, вот этот новый коронавирус, который стали регистрировать с декабря 2019 года, это новый штамм уже существующего коронавируса, или это совершенно абсолютно новые разновидности? Но геном расшифрован, это поможет как-то прояснить? Да, но там будет, помимо расшифровки, там ещё и стеквенирование, они будут сопоставлять с коллекцией. И вот, кстати, сегодня было заседание экспертов ВОЗ, вот они должны тоже по итогам этого заседания сделать, я думаю, что будет пресс-конференция на этот счёт. Ну и сегодня же китайские медики заявили, что вирус мутирует. И это тоже дополнительная опасность. Вот в связи со всем этим, разделяете ли вы уверенность китайских медиков, что повторение истории с атипичной пневмонией исключено? Я имею в виду 2002 год, тысячи, нет, сотни смертей. Да, из более 8 тысяч заболевших были сотни смертей, к сожалению, да, с летальным исходом. Мы не можем, то есть я вот не берусь, и вряд ли кто-то из специалистов по инфекционным болезням, вирусологов, иммунологов скажет, что мы гарантируем, что не будет эпидемии вирусной понимании. Маятниковая миграция, огромное количество туристов, скучность населения, да, это всё этому способствует. Плюс вот такой климат переходный, воздушно-капельные инфекции быстро передаются в такой период. Люди очень восприимчивы в этот период. Плюс пониженная инсоляция тоже этому способствует, уменьшает, становятся восприимчивые слизистые оболочки дыхательных путей. У нас 30% населения аллергики. Они наиболее уязвимы среди вот как раз тех людей, не только тех, у которых есть хронические заболевания дыхательной системы, как, например, бронхиальная астма. Достаточно, например, иметь дефицит железа, достаточно иметь хронические заболевания сердца и лёгких, сахарный диабет, рахит, например. Это всё группы риска. Георгий Савченко, о чём вообще речь идёт? Ну, вот 17 человек умерли. Конечно, жаль. Конечно, утрата, драма. Но вот мы разговаривали до вас со слушателями «Серебряного дождя». Наши граждане очень скептически к этому относятся и приводят, кстати, данные о том, что от гриппа, сколько у людей умирает от обычного гриппа, сравнение просто на порядке. И давайте вспомним журналистские расследования, которые проводились уже и на Западе, о том, что всё это на руку и выгодно лишь только транснациональным корпорациям, которые, собственно, спонсируют средства массовой информации, которые раздувают всё это, то, что не стоит выделиваться. Вы понимаете, можно пойти по такому пути и пытаться искать источник влоббирования интересов. Но не забывайте, что вакцины не существует. В данном случае новая совершенно система для диагностики требуется. Для этого не нужна транснациональная крупная корпорация. У нас есть уже на самом деле создана эта система, просто её отрабатывают. Нет прямых препаратов с этиотропного ряда, хотя два препарата российских, умифенавир и мезолилтанамид, пентадиевые кислоты, показали эффективность. И это уже давно известно в отношении коронавирусной инфекции. Согласен в отношении гриппа. Но, наверное, всё-таки не стоит говорить, грипп обычный, необычный. Он грипп. Просто есть разные штаммы. Высокопатогенный грипп и ежегодный грипп. Это разные истории. Потому что пандемия гриппа – это 3-4 события в столетии. Мы одно уже пережили в этом столетии. Ежегодно от гриппа погибают люди. Но есть разного рода конспирология, в том числе и про то, что все эти вирусы – результат каких-то экспериментов. Но это, вы знаете, эта история, меня всегда это удивляет, когда пытаются об этом говорить. Так же, как эта история с вирусом иммунодефицита человека. Тоже там одна из теорий безумных – это то, что вирус создан в лабораториях ЦРУ. Но вы меня, конечно, извините, но… Мы этого не говорили. Нет, я говорю, что это есть одна из таких теорий происхождения этой инфекции. Понимаете, эпидемия вышла за пределы… То есть она поразила все слои общества. И абсолютно есть и даже миллионеры, и миллиардеры, которые болеют этой инфекцией. Понятно. Возвращаясь вот все-таки к вирусу, который, тем не менее, шагает по миру. Вы сказали, нет вакцины. А лечить, понятно как, если вдруг, не дай бог, в Россию все-таки попадет? Ну, это в большей степени симптоматическое лечение. И, скажем так, универсальные противовирусные препараты. То есть могут применять препараты интерферонов, если нет противопоказаний геноинженерных, то есть очищенных. Могут применять, как я уже сказал, два вот этих препарата. Могут использоваться это умифенавир и имидазолилтанамид, пентадивы и кислоты. Это международное непатентованное название. Мы торговые названия не называем, потому что у нас есть закон о рекламе и обращении лекарственных препаратов, запрещающих нам рекламировать лекарственные препараты. Госдума вообще планирует запретить рекламу лекарственных препаратов, потому что у нас процент самолечения в некоторых регионах достиг более 60%. И некоторые люди не понимают, что если началась лихорадка, и она не поддается снижению, температура не снижается, это может быть началом пневмонии. И здесь нужно обратиться к врачу, чтобы исключить осложнение, потому что у нас очень много, к сожалению, у нас в России более 2 миллионов случаев пневмонии, в негоспитальной ежегодно. Кстати, коронавирусная инфекция опасна еще тем, что описаны случаи внутрибольничных вспышек. То есть один заболевший может заразить внутри больницы других. Ужас. А возможно ли в принципе создать какую-то универсальную вакцину от подобного рода вирусов? Ну вот пытаются создать в отношении гриппа. В России тоже пытаются? Да, разработки идут. Но это непростая задача. Почему? Во-первых, вирусы мутируют. Во-вторых, должны быть серьезные инвестиции. А у нас есть много других приоритетных проектов в здравоохранении. Проект по сердечно-сосудистым заболеваниям, по онкологическим заболеваниям. А в других странах этим занимаются? Занимаются, в западных. Но пока безрезультатно? Пока нет таких результатов, о которых можно прям порадоваться. Порадоваться. Каждая компания создает свой универсальный препарат, который вот на этой панике, он раскупается. И фарм-компания зарабатывает сверхприбыль. И вот мы возвращаемся к тому же. Нет, это неправда. Ну как неправда? Нет таких фарм-компаний сверхприбыли. Потому что если препараты неэффективны, врачи не будут их рекомендовать, если они отвечают за свое... Да, но мы же говорили, что 60% занимаются самолечением. Самолечение имеется в виду обычные люди, обыватели идут и сами покупают препараты. К медицине это вообще никакого отношения не имеет. Это сам человек берет ответственность. Он считает, что он без врача может вылечиться. С другой стороны, знаешь, Минздрав, наверное, ерундой не будет заниматься. А он сейчас говорит о неких мерах по предупреждению завоза этой инфекции. Насколько надежна эта мера, на ваш взгляд, на взгляд профессионала-вирусолога? Дело в том, что у нас система противоэпидемической защиты, она достаточно серьезная. То есть она выстрадана годами. И если вы помните историю с эбловирусной инфекцией за ИРК, последняя беспрецедентная эпидемия, которая вышла за пределы африканского континента, в России не было официально ни одного случая. Хотя у нас огромное число студентов из африканских стран учатся. У нас приезжали из африканского континента много туристов. Ну, достаточно много, чтобы риск был завоза случаев. И даже было несколько ситуаций, когда пациентов изолировали. Но не было ни одного подтвержденного случая. Ну, то есть в любом случае без паники, это самое главное. Без паники. Есть еще вирус H7N9. Это новый кандидатный вирус для следующей пандемии гриппа. Тоже из китайского происхождения. В Тайване он есть. В России официально ни одного случая. С 2013 года пока ни одного случая. Но мы держим руку на пульсе. Спасибо. Успокоили врач-инфекционист, эмонолог, директор АНИЦ по профилактике лечения вирусных инфекций Георгий Викулов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.